Спасибо Бог за молитву, дорогие братья и сестры. Для многих, наверное, наших соотечественников возникает такой немой вопрос, а что попы делают в магазине? Да, но мы со свойственной нам такой мироедской жилкой, что готовы сказать на это? В истории когда-то именно на рынках, именно в месте общественного скопления велись самые жаркие богословские споры, когда-то люди не были равнодушны к Христу, и они говорили о Христе, они спорили, для них это были вопросы очень важные. Какая-нибудь домохозяйка, пришедшая в булочную, могла там зацепиться со своей соседкой и не разбираться, кто где поставил свой автомобиль, а говорит, а ты веруешь во Христа, а ты слышала о нем. Именно поэтому мы сегодня и здесь. Потому что для любого человека, и для христианина тем более, важно не расчленять свою жизнь на множество каких-то секций. Вот там я профессионал, и у меня работа. Вот здесь я семьянин, и у меня дом, а по воскресеньям я христианин. Но там, где я работаю, там не церковь, там другие законы, поэтому с волками жить, по волчьи выйти. И вот человек от этого становится несчастным, потому что нам приходится играть в какие-то роли. Именно поэтому мы совершили молитву. И это не то, чтобы какое-то такое действие, которое... Ну вот сейчас вот просто в меловицы попрут продажи, да, или вот начнется какой-то просто мега-бум. А просто для христианина свойственно воцерковлять все стороны своей жизни. И мы пришли по приглашению. Не сами навязали свое присутствие, но те, кто здесь трудится, считают важным, что кроме подсчета прибыли, есть еще некая составляющая часть нашей жизни. И она, к сожалению, сегодня очень у нас такая хилая. Хилая – это жизнь нашей души. Вот мы, конечно же, купим свежих багетов, мы зальемся шампанским, мы там съедим кучу мяса, но на завтра наше чрево требует вдвое больше. Это говорит о том, что человек не может насытиться тем, что представлено на этих прилавках. Душа человека бессмертна, и насытиться может только Богом. И понимая это, вот, и сотворено сегодня вот такое действие, и священное действие, и, я думаю, такое действие, которое, ну, дотронуло сердца наших людей. Мы живем здесь в самом крупном микрорайоне, да, масса панельных домов, куча квартир. Задай вопрос, ознаком ли я с соседом на площадке. Редко кто, редко кто может сказать, да, я знаю, как его зовут. Очень часто в наши дома приезжает милиция, либо скорая помощь, да, и мы видим, что, оказывается, вот человек у нас давно болел, да, или человек у нас давно занимался правонарушениями. Вот это одиночество, отчужденность друг от друга, это такая болезнь мегаполисов, это то, что нас очень сильно печалит. А вот молитва, такое общее духовное делание, оно, конечно же, нас вдохновляет и объединяет. И вот сегодня я очень рад, что мы с вами спели, помолились, и сейчас будем снова петь. Вот, сейчас будет концерт. Я думаю, что в рамках рабочего времени этого магазина, да, мы можем сколько себе угодно, вот, дарить радость тем людям, которые будут идти, как обычно, в воскресный день, просто за покупкой. Но сегодня они встретят что-то необычное. Я представляю наших деток. Сейчас будут песни, будут пляски, будут конкурсы. Приоткрою немножко секрет, поскольку вот есть елка. В конце, где-то к часикам там, половине четвертого, мы ожидаем приезд Деда Мороза или святителя Николая, как угодно. Дед Мороз у нас непростой, вот, у него очень фирменная обувь. Обратите на него внимание, потому что у Деда Мороза обувь от гитариста группы Deep Purple. Вот, это такой эксклюзив, на который внимание стоит обращать. Выдал секрет. Ну, а дальше мы давайте пойдем заниматься каждой своими делами или останемся, послушаем концерт, либо позвоним срочно домой, скажем, айда сюда. Вот, ну, в общем, пятый элемент. Прямо по диагонали, меловица направо, цифровик налево. Елка здесь, здесь праздник рождественский, здесь веселье, наши дети и взрослые. Спаси Господь за молитву, дай Бог, чтобы все, кто здесь трудится, получали радость от своего труда. От уборщицы, там, кассирши до топ-менеджеров, да, чтобы это место было действительно местом для семьи. И чтобы они не накачивали друг друга на корпоративных тренингах веревочных, а просто имели сердечное расположение, понимая, что каждый человек – это образ Божий, и его нужно уважать, почитать. Ну, если у нас хватит сил, то и любить. Бог в помощь с грядущим Рождеством Христом.